Приветствуем вас, дорогие телезрители, в эфире программа «Ритейл нашего времени» и ее ведущие я, Алина Харитонова и Василий Богданов. Да, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Олег Олейников, директор по развитию розничной сети компании VF. Привет, Олег. Добрый день. Приветствую. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что пришли к нам на программу. Тема нашей программы – современный ритейл. И в связи с этим хочется задать первый вопрос. Что за компанию вы представляете, чем занимаетесь, чем торгуете и как? Спасибо за приглашение, прежде всего. Компания VF – это один из крупнейших производителей одежды в мире. Является в терминологии нашего бизнеса – это брендхаус. Дом брендов, держатель брендов. Держатель брендов, который владеет 32 брендами во всем мире. Компания изначально американская и существует порядка 100 лет уже. И бренды там? Какие у вас? Бренды наиболее известные на российском рынке – это джинсовые бренды «Ли», «Рэнглер», плюс казуальные марки «Тимберленд», «Вэнс», «Норсфейс», «Киплинг». Чувствую, что сегодня у нас очень будет много профессиональной терминологии. Я смотрю, написано на майке «Рэнглер», а что же такое «казуальные марки»? Хороший вопрос. На самом деле, в английском языке, наверное, не совсем простой перевод, но во многих компаниях, крупных корпорациях, которые ходят на работу в костюмах и рубашках, четыре дня в неделю у них бизнес-стиль. То есть в пятницу так называемый «кэжуал». Что такое «кэжуал»? Это вот так, как мне нравится. «Кэжуал» – это свободный стиль, по сути дела. Я сейчас одену, одет в «кэжуал». А еще бывает «смарт-кэжуал». Вот я уже слышал такое. «Смарт-кэжуал» – это чуть-чуть более… По сути дела, может быть, «кэжуал» – это старая помятая майка, рваные джинсы непростиранные, в котором вы, например, поедете на дачу жарить шашлыки. И это будет такой вот домашний «кэжуал». «Смарт-кэжуал» означает, что вы вряд ли оденете эту же майку на встречу с специальным партнером. Я думаю, что нашим коллегам и телезрителям это знакомо. Да, более-менее понятно. Тогда смотрите, такой вопрос. Если вы представляете бренды, то как вы их продаете? Открываете ли вы собственные монобрендовые магазины? Продаете ли вы франшизу? Открываете ли вы магазины? Ну, то есть собрали все свои 5 штук или 7 или 12 брендов, и у вас как будто бы мультибрендовый магазин, хотя на самом деле все же ваши собственные. Или там работаете с всевозможной несистематизированной розницей? Как строите свои продажи? Широкий вопрос, широкий ответ. Ну, да. Сейчас будем разбирать. По сути дела, каждый бренд имеет целью своего конкретного покупателя. И собрать наши бренды в одном месте было бы самой неудачной идеей, которую можно себе представить. То есть там Иранглер – это классические такие джинсовые бренды, которые мы говорим. Прежде всего, это среднеценовые джинсы. Есть у нас бренд, который называется Seven for All Mankind. Это тоже джинсы, которые стоят ровно в два раза дороже. И разместить их в этом же месте – это не совсем логично. Или, например, есть молодежная одежда, трендовая такая, как Vans. Потребитель Vans теоретически может носить классические джинсы или Иранглер, но вероятность этого невелика. Поэтому развитие любого бренда… В обычной жизни он находится даже, наоборот, в несколько противоречивом, перпендикулярном отношении к этим брендам. То есть развитие каждого бренда имеет задачей выбор правильного целевого покупателя. И в зависимости от того, где он, куда он ходит, возникают уже так называемые каналы дистрибуции. Мы развиваем три направления. Прежде всего, мы открываем собственные магазины. Во вторую очередь, мы предоставляем франшизу на открытие наших магазинов ритейлерам. И в третью очередь, мы развиваем оптовый канал. То есть это как раз продажи в мультибрендовые магазины. Но, как правило, они специализированы. То есть это джинсовые магазины, туда мы продаем Леранглер. Это спортивные магазины, туда мы продаем Норсфейс, например. Понимаю. Тогда смотрите, могу ли я предположить, не знаю, так ли это, что когда вы открываете собственные брендовые магазины, это небольшое количество магазинов, потому что это место, где бренд присутствует во всей красе под вашим контролем. А уже франчайзинг вы просто сравниваете, там же и точка обучения, и все такое. Или нет? С точки зрения покупателя... Я сейчас, Олег, я просто объясню, потому что я часто слышу точку зрения, что держатель бренда, он говорит, что вот, ребят, я знаю, как делать бренд, но вот рочная торговля, это своя специфика. Я могу содержать в каждом крупном городе по одному, грубо говоря, там, магазин-представительство бренда, но больше не буду, потому что все-таки там своя специфика и гибкость нарушается. Вот вы как? Ну, здесь стоит сказать, что сама подоплека вот этого подхода заключается в отсутствии профессиональных ритейлеров на том рынке, на котором ты работаешь. Что это означает? Были бы хорошие продавцы, и не надо было бы мучиться с открытием магазинов. Да, то есть ты открываешь флагманский так называемый магазин, целью которого является дать пример, каким образом нужно обслуживать покупателя. То есть какой должен быть в магазине мерчендайзинг, как продавцы должны общаться, как возвращать товар, как часто менять цены, как часто менять витрины и все прочее. На рынках зрелых, где существуют профессиональные ритейлеры, этого, как правило, не требуется. Бренд-бук выслал, там краткий структаж. Вы можете, безусловно, не на таком простом уровне, но тем не менее, когда вы заключаете соглашение франчайзинговое, в нем прописано очень детально, вплоть до носков, в которых должны ходить сотрудники. Что, серьезно так бывает? Поверьте мне, это больше 50 страниц текста. Но зачастую отсутствие менталитета розничного, если говорить о нашей стране, то его никто не воспитывал. У нас были универсамы, гастрономы-универсамы. То даже имея на руках подписанный этот контракт, следовать ему не хватает, скажем, привычек, которые вот эти флагманские магазины призваны создавать. То есть, по-моему, примерам. Не только формулировка, но это еще и конкретный пример. Вот мы делаем так, и все остальные. Всем остальным стоит стремиться. Во-первых, стремиться. Во-вторых, мы, по сути, меряем наших франшизных партнеров по отношению к своим собственным магазинам. Это, скажем, одна часть такой подоплеки. Вторая часть, она еще более прозаична. Это единственный путь чувствовать, что происходит на рынке напрямую. Чувствовать самому. То есть, не получать вот эту обратную реакцию от ритейлеров, которые, как правило, уже в обработанном виде до вас доходят. А четко ощущают, что в этом городе, Екатеринбург, для людей 6 тысяч за джинсы это дорого. Например. Либо они боятся одевать смелые цвета. Я для примера беру. Все что угодно. Если вы видите в заказах ваших ритейлеров один черный цвет, это у нас очень распространенная тема в стране, заставить ритейлера пойти на риск, ввести что-то новое, очень сложно. Несмотря на то, что вот это новое есть тренд. Тренд во всем мире. Это ваше будущее. То есть, это то, что будет продаваться через год-два. Сегодня нужно иметь смелость занять на полке вот это место. Хотя бы небольшое. Получается, что ритейлер не так далеко смотрит вперед и берет все то, что конкретно продается в данный момент. Его трудно в этом видеть, потому что он живет здесь и сейчас. В настоящем. Они идут более безопасно. Поэтому собственные магазины позволяют своим примером показать. Положить дорогу. Да, ребята, мы протестировали. Посмотрите, какие у нас результаты. Посмотрите, люди уже это носят. А вот, Олег, скажите, пожалуйста, а условия закупки для собственных магазинов, ну или поставки в данном случае, условия закупки для франчайзников магазинов едины? Вы здесь не возникает соблазна там, ну как-то вот в свой магазин отдать дешевле по закупочной цене? У нас, по сути дела, та цена, по которой мы ввозим товар в Россию, так как мы его здесь не производим, она единая. То есть ниже, чем она, ее как бы не придумаешь, потому что она состоит из европейской цены и всех таможенных пошлин, которые мы уплачиваем. И, кроме того, повторюсь еще раз, то есть задача развития собственной розницы не заключается в подмене ритейлеров. И поэтому, как таковой соблазн им что-то не дать, он отсутствует. Соблазн научить их продавать много и эффективно, скажем так. Услышали? Смотрите, вот вы упомянули, у вас есть бренд Vans. Это молодежный бренд, ну такой для, как сказать, субкультурный, как это принято говорить. Сильно ли отличаются технологии продаж классического, там бренда Wrangler, Lee и вот таких молодежных? Ведь там же совершенно другая целевая аудитория. Да, другая целевая аудитория. Другой принцип выбора одежды. Соединяются ли компетенции? Или вообще вам приходится делать совершенно два разных отдела продаж с разными отделами маркетинга? Ну, я не знаю, вот к примеру. Ну, как это ни странно, на уровне ритейла по большому счету все равно, что продавать. То есть как таковые принципы обслуживания, они одни и те же. То есть как бы эмоциями занимается брендинг? Абсолютно. А продаешь? Ну, то есть если говорить о базовых принципах, безусловно, персонал, который у вас работает в магазине, он должен сам принадлежать той культуре, которую он продает. Иначе он просто не понимает, о чем говорит. То есть было бы странно, если бы человек, который медик по образованию, продавал Боинги, да, то есть не понимал терминологии, не понимал, почему летают, вообще боялся летать, скажем так. Ну, понятно, да, да, да. Здесь вот такой принцип, если человек что-то продает, он как минимум должен это понимать. Ну, а дальше как бы детали. Там 50 страниц одного, здесь 50 страниц другого. Тут человек в костюме, тут он с кольцами в носу, так сказать, весь там в футболке там какой-то. Все идет от покупателя, как это ни странно. То есть магазин – это то, что должен увидеть покупатель. Что покупатель ожидает увидеть. Хорошо. Тогда по-другому спрошу. Может быть, тот же вопрос, тогда вы мне так же ответите. Как я только что сказал еще раз, повторяю. Вот все-таки в молодежной моде, как тоже мне, ну, я сам-то не большой специалист, но мне рассказывали вот такие люди, как вы, что там есть одна проблема. Она очень, ну, если существует классика, там, там, Ли, там, или там, Левайс 501, там, или Ранглер, вот она уже много лет, и, в общем, можно спрогнозировать, и не ошибешься, по большому счету. В молодежной моде, особенно в подростковой, все совсем не так. Казалось бы, только что они носили лиловые джинсы и ботинки на подошве. А завтра, да, завтра они переобулись в шпильки, надели шортах. Что-то произошло, чего ты не знаешь, чего ты ни их возраста не понимаешь, да, и твои боссы, еще более старшие дедушки к ним ни хрена не понимают. А что-то произошло, как быть? Вот как здесь управлять? И брендом, и продажами, да. И, кстати, обратная связь от потребителей еще. Да, тогда в трех частях. Значит, первая часть, да, безусловно, мода, особенно молодежная, меняется очень быстро. И задача иметь нюх на эти изменения, поскольку нельзя сказать, что она меняется на 180 градусов. Если вы проанализируете всю фэшн-индустрию за последние 50 лет, вы увидите, что отклонение, оно в пределах неких флуктаций, они возвращаются, уходят обратно, да, и они происходят на уровне цветов, материалов, они в меньшей степени происходят на уровне привычек, например, носить обувь. То есть привычка носить обувь, она не уйдет. Вопрос в том, какой вы сделаете эту обувь, да. Если говорить о Венсе, там у нас масса категорий. Например, есть молодежная категория, которая стоит 2,5-3 тысячи рублей, а есть категория Калифорния, сделанная из кожи, хендмейт на итальянской фабрике за 200-300 евро. И поверьте мне, что молодежная культура не в состоянии ее покупать. Но это если говорить о наблюдении за потребителем. Потому что самая главная задача бренда быть для своей целевой аудитории актуальным в каждый момент времени. То есть молодежи меньше не становится. Да, а кто задает эту актуальность? Вот смотрите, здесь тонкий момент. Существует некий, с моей точки зрения, миф, что есть какие-то люди, которые ходят, погружаются в субкультуру и вынюхивают какие-то тренды, которые будут актуальны послезавтра. Или, как мне сказал один, тоже мой знакомый, говорит, слушай, что ты, да это все фигня, это все сказки для маленьких деток. На фабрике выпускают, вот сегодня какой-то дизайнер сказал, что там будут носить астроносые ботинки. Фабрика начинает делать астроносые ботинки, ты приходишь в магазин, там астроносные ботинки, выбора у тебя нет, ты покупаешь астроносые ботинки, и они стали модными. Вот, говорит, и так устроена вся фэшн-индустрия. Молодые люди, о том, как устроена вся фэшн-индустрия и как создать тот самый тренд, который продержится долго-долго на плаву, мы с вами узнаем, и наши телезрители узнают после небольшой рекламы. Как всегда. Дорогие телезрители, приветствуем вас в эфире программы «Ритейл нашего времени» и ее ведущие я, Алина Харитонова и Василий Богданов. Да, здравствуйте еще раз, друзья. Мы продолжаем. Снова представлю у нас Олег Олейников, директор по развитию роечной сети компании VF. Вот. В прошлой половине нашей программы мы очень шумно рассуждали на тему того, как же правильно создать тот самый тренд, почувствовать его, применить свой нюх и удержаться на плаву. Услышать от потребителя. Услышать от потребителя. Или задать просто по факту, выпустив лиловые джинсы. Заслышать всех ходить в лиловых джинсах. И в питоновых башмаках. Когда-то давно я услышал такое, на мой взгляд, очень верное высказывание, что вы можете сделать плохой продукт, и вы можете его продать один раз. Один раз. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, безусловно, можно задать тренд, лимитировав выбор. Но мы живем с вами давным-давно уже на открытом рынке. И идти нужно всегда от потребителя. Не лимитируя выбор, а предлагаемый выбор, скорее так. И я хотел ответить во второй части. Говоря о людях, которые создают бренд. Как-то не странно, наверное, стереотипно думать, что это такие седые дяденьки, которые ездят и смотрят, чем живет молодежная культура, и вдруг решают, что и важно. Если вы придете к нам в офис, вы увидите ребят в наколках. В кажуальном стиле. Да, катающихся на бордах в офисе, которые смотрят фильмы о скейтбординге, которые... То есть они создают одежду для себя, по сути, да? Они живут в этой... Они являются частью этой культуры. Частью этой эмоции. Они, по большому счету, выражают свою эмоцию на все то, что в будущем... Конечно, кто-то из них моложе, кто-то из них взрослее, но в целом они сами являются представителями этой культуры, либо как минимум ее разделяют, да? Это хорошая история. Вот с моей точки зрения, черный квадрат Малевича, это не картина нифига. Но просто его силы, его энергии была настолько велика, что он нарисовал эту хрень и сказал, что это картина. И у него была настолько сильная энергетика, что полмира поверила в то, что это картина. То есть эти люди, которые живут в бренде, они создают одежду для себя, и они настолько сильны, что там миллионы других людей... О, вау, чувак, это классно! Я вам расскажу лучше, более, скажем, показательно, как создаются модели в Норсфейсе. Потому что Норсфейс – это, по сути дела, одежда для аутдорных видов спорта, то есть и отдыха. Это для экстремальных, я бы даже даже сказал. Если вы вдруг соберетесь пойти... Технология, аутдорные виды спорта. Аутдор – это за дверью на улице. Все, что на улице, да, это аутдор. Не в красивом, структурированном фитнес-центре, да? Не в офисе на скейтборде, а на улице. Очень просто. Если вы соберетесь пойти на Северный полюс, то у вас есть два варианта. То есть это экипироваться в Норсфейс, либо замерзнуть насмерть на Северном полюсе. То есть технологии в продукте, который возникает в Норсфейс, они идут из реальных экстремальных условий. То есть у нас есть команда спортсменов, которые на регулярной основе лазают в пещеры. А это их жизнь. Плавают на каяках, лезут в горы, висят в палатках по двое суток на отвесных скалах. И возвращаются... То есть аутдор – фокус-группа, получается? Это не материально фульс. Это профессионалы. Это профессионалы этого дела. То есть это люди, поверьте мне, зачастую сумасшедшие в своем деле. Вот можете себе представить? Логотип Норсфейса представляет из себя гору в Штатах, называющуюся Хавдом. То есть она абсолютно вертикальная стена. Люди на этой стене могут провести две недели. В палатке. Слушайте, ну это на самом деле... Которая висит, не стоит. Это очень круто, потому что кто может позаботиться о себе лучше, чем, в общем-то, ты сам. Поэтому эти товарищи заботятся о себе, заботятся обо всех тех, кто будет носить потом эту продукцию. По большому счету, вся, скажем так, одежда, она предназначена для близких по духу людей. Она должна объединять людей. Ну вот этот пример, он не очень характерен с точки зрения основной темы рощной торговли. Почему? Потому что это уникальные вещи. Вот вы сказали, у тебя альтернатива – либо одеться в нее, либо замерзнуть. Это вещи достаточно уникальны, и количество их потребителей невелико. Если у тебя есть одна торговая точка на город, они все равно в нее придут, либо закажут по интернету в конце концов, куда они денутся. Другой вопрос. Битва за обычные джинсы, за обычную футболку. Я на самом деле хотел продолжить, что, как правило, если у вас бренд достаточно сильный, то он обладает вот этой уникальностью. Откуда он возник? В английском языке называется «heritage», то есть его бренд-identity, то есть идентичность бренда. Если брать «North Face», то это экстремальные виды спорта. Если брать «Vance», то это скейт-культура и стрит-культура, как таковая. А расширение на основную массу людей идет уже через понимание… Упрощенные версии? Скажем так, менее технологичные, более… Удобные. Минедорогие, прежде всего. Но отвечающие массовым трендам. Например, если мы видим, что в коллекциях большинства ритейлеров в следующем году будет болотный цвет, то он появляется на куртках «North Face», в которых вы не пойдете в горы. Вы будете носить дома, гуляя с собакой, но она будет уже в тренде, скажем так. То есть это так называемое расширение бренда. А в горах нельзя, кстати, болотно. Там должен быть оранжевый. И масса людей, которые следуют таким брендам, она колоссальна, вы не поверите. То есть большинство людей, которые носят спортивную одежду, на регулярной основе спортом не занимается. Хорошо. А вот смотрите… Ну, хотят быть причастны. Извини, сейчас я тогда спрошу. Я понял. Да, да, конечно. Если у вас фирменный магазин, все понятно, вы создали атмосферу. Если у франчайзи, тоже там понятно, все. А если вы идете в обычный, ну, в какой-то крупный мол, там, да, вот… Мультибренд. Мультибренд, да. Мультибренд, да. Мультибренд, да. Насколько легко договариваться с владельцем этой розницы, чтобы создать вот этот уголок, там, свои атмосферы или что, или все это навально включить? Создать атмосферу в рамках мультибрендовой розницы вообще сложно. Вот. Атмосферу создает… Фирменный магазин. Фирменный магазин, да. Тем не менее. Но тем не менее, вы же присутствуете? Ну, присутствуем, мы это делаем, это менее и более успешно, да, это реализуется с помощью бренд-корнеров, так оформленных, а оформленных, ну, корнер, по сути дела, пошел от угол, да, то есть… Ну, как тогда кусочек. …пространство магазина в нашем стиле, наше оборудование, наши рекламные материалы, вот. Это одна из возможностей. Позволяют ритейлеры вот это вот все сделать? Или просят за это немеренных денег, или как? По большому счету… Может быть, это ваша инициатива? Ну, если говорить о фэшн-ритейле, то традиции продуктового ритейла, они не очень там приняты, да, то есть платежи за квадратный метр, там, листинг и так далее. Да, да, за выкладку. Да, то есть там скорее речь идет просто о доходности данных квадратных метров. Ну, то есть они понимают, что если они, в принципе, твой бренд забирают, то, конечно, они должны тебе позволить оформить так, как ты считаешь нужным, если они уверены в том, что это оформление повысит… Обозначено. То есть они просто сравнивают их текущую эффективность квадратного метра с тем, что будет происходить, если мы поставим там бренд-корд. И хорошо, что у нас такой опыт есть, мы можем с ними поделиться и спрогнозировать его. То есть мы можем достаточно четко им обозначить, какие их заработки станут. поскольку психология человека построена на том, чтобы ему всегда интереснее совершать покупку в приятной обстановке. Ну, да. То есть вот как бы есть ответ. Ну, в общем, пытайтесь как-то там все это построить. А с продавцами, с персоналом как-то, ну, со своими магазинами все понятно, учите, выбираете, там, ну, все, тут даже говорить не о чем. А с привлеченным персоналом. А вот, да, вот там же нет же отдельно выделенного продавца. Мы, безусловно, проводим тренинги для них. То есть... Свою веру пытаетесь обратить в бренд? Каждый бренд пытается обратить в свою веру, наверное, да. То есть, по сути дела, ваши продажи в мультибрендовом магазине напрямую зависят от того, какую долю в голове продавца занимает ваш бренд. Я хотела задать этот вопрос. Как же оценить ту долю и вот этот вот размер правильно занять? И как его занять? Своей информацией, да. Я неоднократно слышал мнение ваших гостей в вашей передаче. И повторю еще раз, я к нему присоединяюсь. Подавляющее большинство людей принимает решения в точке продаж. Когда я работал в Нокии, мы проводили интересное исследование. Мы спрашивали людей, собирающихся совершить покупку и в итоге ее совершивших, какие факторы на них влияли на протяжении вот этого цикла. В отличие от фэшн-индустрии, в телекоме принятие решения долгосрочное. То есть человек планирует покупку за две недели, больше он там что-то изучает, советуется с друзьями, читает статьи в интернете, потом ее совершает, потом к ней привыкает, и в итоге его мнение каким-то образом меняется. Так вот, в числе первых пяти факторов было четыре, связанных с точкой продаж. Не телевидение, не газеты. Это про одежду вы сейчас говорите, да? Это касается ритейла в принципе. Это касается ритейла в принципе. И на втором месте до момента покупки это была рекомендация продавца, после момента покупки это было первое место. Так каким путем вы добиваетесь того, чтобы большее пространство в головах и сознаниях продавцов занимал ваш бренд? Как это ни странно, но чем больше продавец знает о вашем бренде, тем больше он не уверен. Нет, это не странно. Как сделать, чтобы он узнал? Вы ему дарите свои джинсы? Мы ничего просто так не дарим, скажем так. Мы их приглашаем на тренинги. Мы их снабжаем материалами о бренде, о коллекциях, о материалах, которые там используются. Безусловно, там есть веб-сайт, где они могут все это почитать. Но, наверное, самый главный инструмент это тренинги. Какие-то проценты с продаж, потому что зачем им приходить на тренинг, если им с того... Безусловно, но эти проценты с продаж они получают от ритейлера, мы в это не вмешиваемся никоим образом. Это их собственное решение. То есть вы даже не рекомендуете и нет собственных каких-то программ по стимулированию продаж именно ваших вещей? Ну вот я сейчас еще добавлю, тут свои там тоже пять копеек. Ведь не секрет, что многие ритейлеры терпеть не могут и не допускают, чтобы представители брендов вмешивались в мотивацию продавцов. И, наверное, правильно делают. Но бренды тоже не дураки. Они делают отдельный сайт, и ты зарегистрируй там свою продажу, там что-то еще, так сказать, и получи у нас напрямую бонус. Вот как? Есть такие программы у вас? Мы конкретно этим программам не занимаемся, хотя в своем там предыдущем опыте, безусловно, мы делали такие программы. Программы мотивации для продавцов, работающих в мультибрендовых магазинах. Да, безусловно, колоссальной эффективностью они обладают по тем же самым, собственно, причинам, по которым мы проговорили. То есть роль продавца невозможно переоценить в торговой точке. И если продавец заинтересован продавать ваш бренд, то, поверьте мне, он только им будет заниматься. Я сейчас расскажу одну историю. Как один магазин увеличил здоровские продажи. Значит, они, ну, опять же, внутри магазина очень важный элемент — это примерочные кабины. Вот там происходит как раз момент истины, когда человек или покупает, да, или не покупает. Чего они сделали? Значит, они заключили договор с театральным училищем. И в дни, ну, когда много народу, туда стали приходить парочки, мальчик и девочка. Значит, девочка типа вот одевается, там примеряет, а мальчик ждет. То есть они там находятся. Но главная их роль была в другом. Когда обычная покупательница примеряла что-то, выходила к большому зеркалу, то они говорили, вау, слушайте, как вам здорово это идет, как классно там, да? Рост продаж — 146%. Точно так же мне во Франции и в Париже очень понравился один джинсовый магазин. Изначально это было похоже на колледж именно для мальчиков, ну, для молодых людей. На входе стояли парни в шортах, в сланцах, в пулловерах красного цвета. Магазин представлялся бы как будто бы практически музейное заведение. Заходишь, громко играет музыка, с улицы непонятно, что происходит. Елисейские поля. Совершенно непонятно. Куча людей. Все толпятся, все туда заходят. Вроде бы не колледж, может быть день открытых дверей, может быть клуб. На входе мы тоже зашли, мы были втроем с подружками, нам было жутко интересно, мы тоже зашли, прошли по песчаной какой-то такой дорожке, подходим к этому музейному заведению, понять не можем, потому что мужчины возрастной категории 40, ну, наверное, 5+, и две, видимо, дочери лет по 17-19 каждый. Мужчина держит их вот так вот за две руки, не пускает ни одну. Девочки при этом сопротивляются, сопротивляются, хотят зайти, а там картина, заходишь, это магазин джинсовой и кэжуал одежды, заходишь, на входе стоит молодой человек. Без одежды? В коротких-коротких шортах, без одежды, рядом с ним в таком же формате, но в купальнике, девушка, они танцуют, все танцуют, в магазине играет музыка так, что невозможно абсолютно ни купить, ни спросить, то есть ты все берешь сам, меряешь, в примерке очередь жуткая, магазин практически закрывался, и тем не менее, что они делали в примерочной. Девушка после каждого посещения товарищей в примерке подходила с парфюмом, там, кстати, продавался еще и аромат данной марки, заливала всю эту примерочную парфюмом, то есть там вот ощущение ночного клуба. Вот тоже такой достаточно яркий пример, там невероятное количество людей, я думала, что все Елисейские поля пошли гулять почему-то вот именно туда, хотя это совершенно конец улицы, практически развязка со всеми дорогами. Это уже маркетинг, это, собственно говоря, такие вещи нельзя делать регулярно, иначе это превратится в привычку, весьма затратную. Олег, в нашей программе есть традиция, в рамках которых мы даем советы нашим телезрителям. Три совета от вас, как правильно, эффективно выстроить систему продаж и создать атмосферу бренда. Как ей угодно. Как ей угодно. Через розницу. Первый совет и самый главный, который я даю, уже не один раз это слышали, это понимать, кто ваш покупатель. Начинать с этого. Второе, написано во всех книгах по ритейлу, ничего нового в этом нет, но это правильно выбирать место, локейшн, да. И третье, это сервис. Это то, зачем покупатель пришел. Поэтому, если вы знаете своего покупателя и находитесь для него в нужном месте, правильно его обслуживаете, успех вам. Все понятно. Спасибо, Олег. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся. В гостях у нас был Олег Олейников, директор по развитию ручей сети компании ВИЭФ, а программу вели Василий Богданов и Алина Харитонова. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»